С прошлого года я работаю в проекте по документации изучения мансийского языка. И однажды мы в нашем проекте поняли, что мы работаем с языком в том месте, где на нём говорят дети, дети школьного возраста, которые владеют мансийским языком. Это достаточно необычно, потому что в кондомансийском автономном округе уже нет таких детей, видимо, и только взрослые и пожилые могут общаться на мансийском языке. И, с одной стороны, нам очень хотелось попробовать записать этих детей, чтобы тоже документировать тот язык, ту речь, которой они пользуются в своей повседневной жизни. А с другой стороны, нам хотелось, конечно, попробовать с ними заниматься каким-то языковым активизмом. Чтобы тот язык, которым они владеют, казался бы им не чем-то таким тайным языком, на котором можно общаться только дома, в домашней сфере, между родственниками. И его ещё и стесняться, как это часто бывает с языками России. Для этого мы специально задумали поехать в такую почти экспедицию в школу-интернат, в которой дети проводят большую часть своей жизни. И в октябре прошлого года мы приехали с целью попробовать с детьми общаться на мансийском языке, попробовать с ними что-то записать и, может быть, сделать что-то, чтобы их собственный мансийский язык расширялся с точки зрения сфер применения этого языка, с точки зрения навыков. Поначалу у нас трудно шёл контакт, потому что дети не привыкли с кем-то контактировать, с сторонними людьми, да ещё на мансийском языке. Им казалось очень странным то, что мы с ними пытаемся говорить на мансийском языке. Но мы сразу начали пробовать разные творческие форматы, рисовали комиксы, пробовали сочинять маленькие рассказы. И через пару дней мы сообща поняли, что самым лучшим, что мы могли бы сделать, это будет мультфильм на мансийском языке. Мы не хотели придумывать всё за них. И вообще, мне кажется, что чем больше люди могут реализовать свои собственные творческие способности, и мы, как педагоги, можем этому лишь помочь технически, тем лучше. Поэтому дети начали придумывать сюжеты, и мы единственное, мы их немножко критиковали, говорили, вот здесь скучно. В какой-то момент дети придумали сюжет, который нам понравился. Он был основан на фольклорных мотивах, на мотивах сказок. Мансийских запретов, хотя мы, в общем-то, не пытались сделать какую-то фольклорную реплику, и мы говорили, давайте делать о чём угодно, о чём вам хотелось бы рассказать на мансийском языке какую-то историю, о том и делаете. Вот, тем не менее, получилось это вполне по фольклорным мотивам, и мы несколько вечеров, тратя где-то по часу-полтора вечером времени, мы нарисовали, сделали, слепили этот мультфильм, записали реплики, хотя для детей, но это была немножко некомфортная ситуация, поэтому местами вы услышите какие-то сбои в речи, и, может быть, не самое выразительное актёрское мастерство, но нам кажется, над этим можно работать, и это может быть главное, что можно делать вообще с носителями родных языков, если дети уже владеют этими языками, это нужно развивать их творческие способности, приобщать к контенту, причём и к чтению, с смотрению другого контента и обязательное изготовление своего. Без этого уроки родного языка в школе, ну, мне кажется, пустая трата времени. И под конец песни мы поняли, что мы хотим обо всём рассказать и показать, как мультфильм этот делался, и рассказать о роли каждого участника, что же он делал. Конечно, весь мультфильм сделан целиком на мансийском языке, и поэтому и титры идут на мансийском языке. Но мы поняли, что не хватает в этот момент какой-то песни. Мы в какой-то момент подумали, что можно использовать рэп Жени Анямова Бизо, но это было бы немножко неоригинально, что ли. И так рэп Женька известен сейчас как самое новое явление мансийской музыки, поэтому мы предложили «Давайте придумывать свою собственную песню». И девчонки придумали такую миленькую песню «Горки-горки», «Милые горки», «Как же здорово на вас побывать и как же у вас там красиво». Вы эту песню сейчас услышите обязательно. А мальчишки, ну, это такие суровые подростки, с которыми непросто подружиться, у которых своё собственное представление о жизни. И поэтому они сказали, мы в этом участвовать не собираемся. Вот, нам про «Горки» петь как-то немножко не то. Ну, и тогда мы им говорим, ну, давайте сделаем свой собственный рэпчик, как это делает Женя Анямов. Женю они, конечно, все знают. И пацаны говорят, ну, мы не знаем, Марурил Хансунгф. Ну, а рэп – это же такое культурное явление, в котором человеку, скорее всего, что-то не нравится. Он пытается с этим разобраться, даже вылить иногда свой какой-то негатив. Поэтому мы им говорим, нравится школа? Они такие, нет. Мы такие, пишите про это. Вот, и они написали несколько текстов. Эти тексты мы сообща как-то посоединяли, и получилась одна такая общая идея, которую вы услышите в самом конце мультика. Поэтому не переключайтесь. Ну, и давайте, конечно, посмотрим этот мультфильм. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok